Зоя Визовская А чтобы я поняла, насколько вы активны, и заодно, чтобы проверить, какой средний уровень наших аплодисментов, я приглашу на эту сцену квартет «Чёрный квадрат». Ольга Кияшкина, фортепиано, Ираклий Долидзе, контрабас, Игорь Емпольский, ударные. Также сегодня с нами мастер в песочной анимации Андрей Казанцев. Итак, магия. Теперь в Средиземье магия оказалась под запретом. За её изучение караются простолюдины и короли. Эта сила погубила уже не одно поколение жителей Средиземья. Сохранилась лишь гильдия волшебников. Они охраняют магические святыни. Они защищают людей от древних духов, которые жаждут энергии и прячутся в лесах. Мы в эльфийских землях. У короля растут два сына. Первенец Атис готовится стать преемником, а его младший брат Венефик о троне может позабыть. Пока Атис осваивает широкие королевские владения, Венефик избирает душный приют дворцовой библиотеки. Его манит отдел запретных магических книг. И чем старше он становится, тем больше ему хочется обойти запрет на изучение колдовства. Когда Атис принимает престол от отца, он сразу же изгоняет младшего брата из своего королевства. Венефик уходит, но забирает с собой столько волшебных книг, сколько может унести. Идут годы. Атис завоевывает одно королевство за другим. И вот на его пути к абсолютному госкодству встают владения его брата Венефико. Атис решает расправиться с братом раз и навсегда. И поручает своей лучшей воительнице Эль Пиде собрать команду. Пора избавиться от упрямого чернокнижника. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 — Ты, маг Зелиарис, ты очень много знаешь, а можешь узнать еще больше. Вот шар, он научит тебя видеть самое важное, он умеет предсказывать. — Мне от тебя ничего не нужно, таким, как ты, доверять нельзя, — сказал Зелиарис, борясь с соблазном взять шар. — Подожди, — говорит Эльпида, — эта вещица пригодится нам в походе, особенно когда мы встретим темного колдуна. Ты же сильный маг, ты сможешь управлять этой штуковиной? Уважаемые зрители, ваш выбор. Мы имеем право брать или не брать волшебный шар. Количество рук за вариант взять шар. Количество рук за то, чтобы не взять шар. Итак, мы берем шар. Маг берет шар, встраивает его в свой посох и ощущает прилив энергии. О, да, теперь я, кажется, знаю, я знаю путь, радуюсь своей новой силе, — говорит Зелиарис. Маня-дубина знает путь, а не какая-то там стекляшка, — ворчит гном тротой, искоса смотря на мага. Маня-дубина знает путь, а не какая-то там стекляшка, — ворчит гном тротой, искоса смотря на мага. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Пройдя сквозь густые туманы в чащу леса, герои сталкиваются с новой опасностью. Великан-людоед преграждает им дорогу, предвкушая сладкий, свежий ужин. Видя, что друзья обессилены, гном решает взять все в свои волосатые руки. Он запрыгивает на неповоротливого людоеда, в удачный момент ударяет его по голове своей дубиной, и чудище падает на землю. Маг заклятием связывает гиганта, эльпида вонзает меч в сердце монстра. Троица решает устроить привал, разжигает костер и засыпает. Гному снится великая битва. Со своей дубиной он раскидывает полчища врагов во все стороны, задорно распевая гномью песню. И вот, когда последний гоблин повержен, облака темнеют, и с раскатом грома тротой ощущает, что вовсе не один. Горячее дыхание обдает его могучую спину. Он поворачивается лицом к лицу, встречаясь с самим воплощением силы и ярости, духом сражений. Клыкастая бычья морда, святыми черными рогами, размером с гору, вглядывается в него пылающими глазами. Ты храбрый воин, молвит дух. Я наблюдал за тобой. Кто ты? Мне и с тобой надо биться. Ну так давай меньше слов и больше дела, говорит гном, вздымая свою дубину. Тебе не видан страх. Ты всегда мечтал стать великим воином. Я предлагаю тебе то, что сделает тебя лучшим во всем мире. Тротой замечает, что держит в руках уже не дубину, а огромный топор. Он покрыт волшебными рунами, а рукоять словно продолжение руки. Гном сжимает топор, ему видятся великие победы, его разрывает между желаниями оставить этот топор себе или же швырнуть его в бычью морду. Ведь духом нельзя доверять. Уважаемые зрители, ваш выбор, количество рук за то, чтобы взять топор, количество рук, чтобы не взять. Мы уважаем ваш выбор. Уходи прочь, кричит гном, тротой швыряя топор прямо между глаз страшилища. Я до тебя доберусь! Топор попадает в улыбающуюся морду, и тротой просыпается в холодном поту. Его друзья вскакивают от шума. «Ты чего раскричался?» спросила Эльпида. «Да приснится тут всякое в этом лесу». Лису. Играет музыка 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 Это чудесно. Мы принимаем бой, несмотря на то, что у наших героев численное меньшинство. Итак, в горячке противостояния Зелиарис предчувствует все действия врага. Все это его несметно радует. Гном тоже бьется, но он окружен. Зелиарис направляет свой посох в сторону Троты и обрушивает на войску всю мощь своего магического шара. «Потом поблагодаришь, маленький бородач!» — усмыхается маг. «Твоя грязная магия опалила мне бороду!» — выпалил Троты и в сердцах плюнул в сторону мага. Внутри Зелиариса вскипел огонь оскорбления, а в голове зазвучал знакомый голос. «Давай, подпали ему штаны! Преподай урок этому карлику!» Уважаемые зрители, у нас есть выбор — подпалить или не подпалить. Вариант А — подпалить. Вариант Б — воздержаться. Зелиарис понимает, что излишняя ярость принадлежит не ему, а шару. «Я не хочу потерять такого хорошего друга!» — говорит он. «Как ты видишь, теперь мои фейерверки не всегда безобидные и могут уничтожить не только целое войско, но и нас самих». «Подпалить» КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Герои вламываются в замок И раскидывают охрану Они замечают, что внутри почти никого нет Они беспрепятственно проникают в башню Где живет злой маг Наверное, все остались в лесу, подумала Эльпида И вот перед ними последняя дверь в покое того, кому они все это время пробирались Эльпида выбивает ее ногой И троица, встав в шеренгу, направляет оружие на злодея Сдавайся, и мы тебя пощадим, кричит воительница Фигура, покрытая мантией, тихо вздыхает Отходит от окна, снимает капюшон Герои видят лицо своего короля Винефиг почти точно повторяет его черты Разве что глаза Глаза в них как будто застыла тень улыбки Рано или поздно Кто-то должен был прийти Говорит брат короля И раз вы здесь, я расскажу вам историю Которая перевернет ваш мир Кверху дном Мы десять раз повторять не будем Кричат друзья принцессы Тогда я сделаю это быстро Сказал Винефиг и взмахнул руками Винефиг развел руками, читая заклинания И во вспышке света герои погружаются в образы И вот они в большом помещении, наполненном книгами Стеллажи и полки, которым нет конца Библиотека Вдали дверь без ручек и петель При взгляде на которую хочется отвернуться От нее веет холодом и запретом Хранилище магии Шепчет Винефиг Невидимая сила аккуратно открывает им эту дверь Позволив заглянуть внутрь Вдруг внутри за большим столом полных книг Они видят сидящего юношу Его молодые черты лица напряжены А глаза бегают по строчкам текста Они узнают его Это же их король Когда-то он проводил годы в этой самой библиотеке Юноша дернулся, поднял голову Как будто что-то почувствовал Он закрыл книгу, в которую с жадностью вчитывался И медленно улыбнулся В его глазах показались искорки магического света С этими книгами я буду править всем миром Сказал он тихо Внезапно герои услышали мягкий, но властный женский голос с другого конца зала Милый, хватит засиживаться среди этих пыльных книг Читать их удел прислуги Да, мама, ты права Наследник престола должен тратить время на тренировки и завоевание, а не на просиживание штанов И едва слышно, Атис добавил Эти книги мне для этого и нужны Комната вспыхнула ярким светом И герои снова оказались перед магом со вскинутым оружием Субтитры подогнал «Симон» 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 КОНЕЦ 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 Всю свою юность я боролся с алчным братом, сказал Венефик. Один я знал, что его раздутое самоннение исказило его душу. Никто, кроме меня, не помнил его за чтением этих книг. Он отлично выучил заклинания памяти. Ваш король, обманщик и тиран, я всю свою жизнь посвятил сдерживанию его заклятий. Он мастерски манипулирует мыслями своих слуг и вашими, вашими тоже. Обманом он хочет заполучить весь мир. Он давно заключил кровавую сделку с великими духами для обретения бессмертия и вечной власти. Зелиарис отвечает, если бы эльфийский король пользовался магией, я бы это почувствовал. Обманщик здесь ты! Венефик невозмутимо продолжает, когда Атис стал королем и изгнал меня, я взял все книги из этой библиотеки, дабы он не смог совершенствовать свои знания. Все, кроме той из видения. Этот том описывал манипуляции сознанием. Эта книга была украдена вашим королем. Моя армия обучена сопротивляться вашему королю, но сам я не обладаю силой внушения. Прошу вас, нет, умоляю, присоединитесь ко мне. Он жаждет избавиться от меня, а затем и от вас. У меня было много возможностей вас погубить, но этого я не стал делать. Ты мне веришь, Эльпида? Ты же жила с ним в одном замке. И тут в комнату влетает сияющий воин в богато украшенных доспеках. И герои видят, что это король Атис, а вслед за ним свита его верных рыцарей. Вы, глупцы, разочаровали меня. Я дал вам приказ устранить угрозу, а не вести переговоры. Раздраженно рявкает король. Исполняйте, наконец, свой долг. И с падением моего злого брата мы все заслужим будущее, полное великих свершений и завоеваний. Приветствую тебя, брат, проговорил Виннифик, не утратив спокойствия. Дорогие слушатели, перед нами выбор. Верить ли брату короля? Вариант А. Верить. Подумайте хорошенько. Вы же видите его первый раз в жизни. Вариант Б. Не верить. Ну, конечно, мы верим проходящим незнакомцам. Почему бы с ними не пойти? ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Как и самые догадливые из наших слушателей, Эльпида догадалась, что если колдовское сияние распространяется по фигуре властителя Атиса, то король знает магию и находится в сковоре с духами. Она говорит, в словах твоего брата есть смысл. Ты всю жизнь ведешь грязные завоевания, и тебе никто не сможет перечить. Ты используешь нас, преданных воинов, как марионеток с промытыми мозгами в своих играх с духами. Мы теперь знаем об их коварстве и не хотим быть разменной монетой в твоем возвышении. Ты ничего не знаешь о духах, говорит Атис. Они могут дать великую силу. Спроси у своих друзей, например, у Зелиариса. Поднимает руку, которая окружена колдовским сиянием. Почувствуйте силу в дарах своих, ибо духи щедры к вам. Его слова проникают в самые души воинов. Магические дары снова опутали сознание наших героев. Глаза Тротея налились красным пламенем, а руны на его дубине задымились. Мои силы безграничны. Ты даришь мне этот топор еще раз, безвозмездно. Я не могу его принять. Шар Зелиариса разгорается пуще прежнего, а сам волшебник окружает себя колдовским огнем и поднимается над землей. Зелиарис говорит, я вижу великие пути, ибо я провидец. Король разделит власть с нами. Он щедр и нуждается в нашей защите. Тротея видит перед собой войско гномов, подвластное ему. В руке у каждого воина его армии топор со светящимися рунами, точно такой же, как был дарован ему. Власть над воинами – это его детская мечта. Она оказалась так близко. И все, что для этого требовалось – это служение королю, как он себе и представлял. Гном Тротей и волшебник Зелиарис присоединяются к королю. Атис гордо воссиял, его сила на его стороне. Его время пришло, разберитесь с ним, кричит Атис, и одержимые бросаются на Винефика, уворачиваясь от разрядов молний. Субтитры создавал DimaTorzok 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 что же произошло в последние мгновения. Молчание нарушает король. Ха! Ну вот, все кончено. Вы сыграли свои роли, как следует, проявив и нужную трусость, и неосмотрительность, и неосторожность. Вы сыграли свои роли. Это ваша магия. Она сделала моих людей, моих друзей одержимыми. Они в сговоре, как и вы. Теперь духи повелевают вами. В сговоре? Нет. Я с ними давно сотрудничаю. Они могут дать великое могущество тем, кто может предложить им достойную плату взамен. Я знал об этом с детства. Не только мой брат-неудачник умел читать запретные книжки. Я был первым, кому они предложили свои дары и не отказался от них. Мой брат не пошел на сделку с духами и решил помешать мне. Тогда он и подписал себе смертный приговор. И что же они вам предложили? Поинтересовалась Эльпида в отчаянии. То, чего заслуживает настоящий король. Бесконечное властвование над миром. Но какой ценой, — недоверчиво, — сказала Эльпида, — духом надо чем-то питаться. Они очень любят души людей. Поэтому вначале надо захватить все территории этого королевства. А потом духи возьмут половину его душ к себе. Первую часть мы с тобой, дорогая, уже выполнили. Остался только мой брат, способный мне помешать. Но с ним управились твои друзья. Ты использовал нас в своих грязных играх с духами, — закричал гном. Ха, сколько же раз я это от вас слышал. Мне так нравится наблюдать за вашей реакцией, что я готов бесконечно это повторять. Что? Я не помню разговоров об этом, — возмутила Эльпида. Если бы я знала, что ты замышляешь, я не пошла бы за тобой. Ты предатель своего народа. Конечно, дорогая, ты ничего не помнишь, — весело смеясь сказал король. И добавил очень серьезным тоном. Ведь я решаю, что будет у вас в памяти. Руки короля охватывают колдовской огонь. Резким движением он хлопает в ладоши. И наши герои проваливаются в забытии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА